Высказывайте свое мнение. Дорогие друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете. Номер телефона в студии 847-400-5200. Мы возвращаемся в неполиткорректное шоу Сергея Зацепина. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. У меня вопрос вообще-то есть. Вот скажите, пожалуйста, все эти махинации Байдена, Джо Байдена, ну не только там с этими женщинами, а вот с его сыном, со всеми этими денежными делами. Это что, только знаем мы на русском радио и в русских газетах читаем? А вообще в Америке это никто не знает больше? Если вы хотите, я вам могу на это ответить таким путем. Значит, садитесь в ваше кресло поудобней, берите большое ведро с попкорном, большой дринк с кока-колой, пристегните ваши ремни и готовьтесь к такому роллеркостеру, что вы никогда в жизни такого не видели, как только то, что он объявил сегодня свое участие, это так, ну он объявил и объявил. Как только он начнет свою предвыборную кампанию, настоящую предвыборную кампанию, вы послушайте, что будут вытворять леворадикальные представители демократической партии. Называю поименно. Элизабет Уоррен, Берни Сандерс, Канала Хэррис, Коди Букер, этот Пит Бурочич, и обязательно, обязательно, потому что она просто, ну, очень неприятный человек, это Клобочар. Поэтому я уже не говорю про Акасию Кортес, я уже не говорю про Рашиду Тлаиб и про Илхану Омар. Почему? Значит, Рашид Тлаиб и Илхан Омар, у них свое, своя думка, как говорится. Они хотят убрать Трампа, потому что, вы сами понимаете, он является другом Израиля. Теперь, они понимают прекрасно, что Джо Байден вряд ли победит Трампа. Сегодня, почему-то, пока что, хоть и говорят, что Джо Байден по рейтингу сегодня, вот уже объявив о своем намерении, стоит выше всех, вы посмотрите, сколько человек будут тянуть за Берни Сандерса. Потому что Берни Сандерс представляет, я имею в виду в праймерис, Берни Сандерс представляет собой все то, за что они борются. Он как бы генератор идей. Все остальные, просто вот Берни там что-нибудь, клич какой-то даст, и тут же все как эхо его подхватывают, включая Камало Херрис и так далее по списку. Значит, поэтому эти все леворадикалы понимают прекрасно, что Джо Байден Трампа не победит. Единственный вариант, у кого он есть, это у Берни Сандерса. Почему? Потому что ставки делаются на молодежь, на вот тех ребят и девочек, которым сегодня исполняется, ну не сегодня, а которым через год исполняется 18 лет, и они начнут голосовать. И когда им будут предлагать, как это назвал здорово Ньют Гингридж, когда им будут предлагать шведский стол за все уплачено, вот это то, на что идет расчет вот этих всех леворадикалов. Джо Байден для них представляет самую большую угрозу. Почему? Он все-таки центрист. Он умеренный центрист. Поэтому, я честно, вот клянусь, мне его уже жалко. Только потому, что зная, что если вспомните, как себя вели демократы при слушаниях Кевина. Так вот, если вы считаете, что они себя там так вели, подождите, пока они доберутся до Джо Байдена. Причем, Нэнси Полоуси сегодня настолько не имеет права голосом в Конгрессе, что она уже их не сможет остановить. Она, дай бог, чтобы она сама удержалась на своем месте. И она это прекрасно понимает. Поэтому, то, что будет... Я вам скажу так. Для Джо Байдена не нужны республиканцы. Ему бы от своих демократов выйти живым. Так что, вот так, как я сказал, устраивайтесь поудобнее. У нас полтора года вот этого цирка. Так что, все будет в порядке. Не волнуйтесь. Спасибо вам большое. Вот. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Спасибо за передачу. Класс. У меня такой вопрос. Вот эти все комиссии иностранных делов, конгрессы и все дела, они кому-то отчитываются от своей работы? Или они вот занимаются сейчас Трампом? Отчет какой-то будет? Перед кем-то они отчитываются? Или это что? Ля-ля-ля-ля-ля и все. Ну, вот смотрите, у них, вы поймите такую вещь, никто не избирается для того, чтобы перед кем-то отчитываться. Вы же это уже поняли. Значит, вот как только, есть такой, у меня товарищ есть один, он всегда говорит такую вещь, вот эти обетянки и цирцянки меня не интересуют. То есть, обетянки и цирцянки пока их не выбирают, потом их выбирают, и они начинают абсолютно жить совсем какой-то параллельной жизнью. Поэтому отчитываться, по идее, они будут только перед своими электоратом. Но проблема в том, что демократический электорат настолько сегодня разделен и настолько противостоит любому здравому смыслу, что что бы ни делали вот эти так называемые политики в комитетах, их все равно переизберут. Поэтому они этого не боятся. разрушили башни. Чем занималась в это время вот эта комиссия по разведке? Что они разведывали? Ну, я вам скажу, на тот момент, если вы тогда были в Америке, вы знаете, что тогда Америка была настолько в расслабленном состоянии, потому что до того, что произошло вот в этом 2001 году, последний такой ужасный случай был, по-моему, в 83 году, если я не ошибаюсь, когда вот эти вот арабы напали на посольство, на американское... Нет, нет, до этого был взрыв в этих зданиях, в подвалах. Нет, 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 я имею в виду, что вот серьезный такой первый теракт был, когда взорвали посольство и погибло 200 маринц. Так, потом был вот этот взрыв в башнях, но этот взрыв никто не списал на терроризм. Его списали, вот этот Тимоти Маквей, и второй, я забыл его фамилию, то есть, когда их поймали, они посчитали, что это был просто такой типа, как домашний терроризм, и, ну, бывает. Это все. Поэтому, в принципе, никто этим не занимался. А нападение на военно-морской флот? Ну, вот я говорю про это, вот до этого был самый страшный, это был взрыв в казармах. И, то есть, Америка была на абсолютном расслабоне. Если вы помните, я знаю так, что мне когда нужно было, я летал 4 дня в неделю, причем я летал в Миннесоту, в Сан-Луис и в Колорадо. В Колорадо, окей, 4 дня в неделю. Я забегал, парковал машину, забегал в здание аэропорта, показывал свой билет, подбегал прямо к самолету, влетал в самолет, и все это дело у меня занимало, может быть, 20 минут. В зависимости от того, как быстро я бежал, окей. Поэтому Америка была на абсолютнейшем расслабоне, ни к чему не готова, абсолютно ни на что не обращала внимания. Поэтому спросить, что они тогда разведывали, они разведывали русских шпионов, они разведывали английских шпионов. Вот такое вот. То есть, никто тогда о терроризме вообще ничего не слышал. И когда эти, я вам больше скажу, вы вспомните, как эти негодяи и террористы, как они получили навыки летчиков. Ни один человек, ни одна летная школа не спросила у них, зачем им это нужно. Причем они же получали лайсенсы пилотов авиации, то есть коммерческой авиации, понимаете? То есть, настолько было все на расслабоне, что, конечно же, никто этим не занимался. Поэтому я всегда говорил одно и то же. Опять же, не потому что я такой умный, я просто наблюдательный. Мы страна реактивная, не проактивная. Мы не занимаемся превенцией, мы занимаемся реакцией. Вот пока гром не грякнет, мужик не перекрестится. Вот это почему-то наша страна. То же самое у нас с расстрелами детей в школах. То же самое у нас со всеми вот этими проблемами, потому что мы боимся, не дай бог, кого-то обидеть, не дай бог, кого-то. Посмотрите, как в Израиле быстренько все взяли в том же аэропорту и никаких проблем. То есть, я имею в виду Бенгрионе, да? У нас до сих пор, если вы читаете сводки по аэропортам, у нас до сих пор 70% всякой гадости запрещенной проносятся через вот эти заслоны. Понимаете? 70%! И мы до сих пор считаем, что вот эти вот TSA-работники, которым платят там 12-13 долларов в час, что они будут работать как положено. Да никто там не работает, никто ни черта не делает. Они ходят по этому аэропорту с таким важным видом и только на вас орут. Поэтому, кто расследовал? Никто. Сейчас, да, сейчас расследуют, сейчас поняли, что уже есть такие организации, как талибы, талибан, такие организации, как ИГИЛ, такие организации, как в Африке. В Африке. Неважно, да. Понимаете? То есть сейчас, да, сейчас уже как-то начинают потихонечку приходить в себя. И то все равно, смотрите, он в Лос-Анджелесе, пацан, опять же, на машине въехал в этих несчастных 8 человек, которые погибли. Никто его так и не остановил. То есть, ну, невозможно, невозможно стелить солому везде на каждом шагу. Поэтому вот такая ситуация. Спасибо вам за вопрос. Есть другой звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Ну, а где же реакция вот на эти двух с половиной годичные расследования? Когда же контрдействия начнутся со стороны Белого дома в том числе? Я вам скажу, когда. Сейчас все ждут одного. Конец мая, начало июня. Должен выйти рапорт этого генерального инспектора. И вот в зависимости от того, что этот рапорт покажет, вот тогда будут, скорее всего, вот тогда будет назначен специальный прокурор. И начнется уже серьезное расследование. Пока республиканцы, да, они много говорят про это, но они боятся оказаться в Галоши. Поэтому они ждут вот этого репорта, как маны небесные. Вот они уже получили репорт Малера. Это был первый, как говорится, такой, такая веха первая, которую они ждали. Сейчас они ее получили. Теперь они получат рапорт генерального инспектора. И уже сложив вот эти две вещи, вот тогда начнут расследование. Причем я даже в этом не сомневаюсь. Почему? Потому что, опять же, судя по тому, как за это взялся сенатор из Каролины Лэнзи Грэм, он, у него действительно, у него очень такая серьезная хватка по этому делу. Он это просто так не отпустит. Он будет настаивать, потому что президент не имеет права настаивать на расследовании. Но сенаторы имеют право это сделать. Поэтому, я думаю, что это все начнется довольно скоро, не позже, чем конец июня. И тогда будем смотреть, будем смотреть, что к чему это... То есть, я думаю, мы все прекрасно понимаем, к чему это может привести. Вопрос только, приведет ли оно к этому. Добрый день, вы в эфире. Алло, Толя, у меня вопрос такой. Вчера, кажется, или сегодня уже утром, промелькнуло, знаете, в новостях, быстренько-быстренько, что якобы Миллер отказался выступать перед Конгрессом. Я не знаю, почему в первых числах теперь, или 27 мая, или когда это, 23 мая. 23, 24, 25 мая. Да, 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 да. Вы правы, абсолютно. Спасибо большое. Значит, ну, он отказался. Я вам скажу такую вещь. Все, что он мог... Вы понимаете, вы поймите такую вещь. Миллер или Мауэр, как хотите, так его называйте, это все-таки человек, который, ну, как бы оно ни было, он все равно дорожит своей репутацией. И он сделал абсолютно все возможное, все, что он мог для того, чтобы помочь демократам. Он рыл землю носом. Мы все это понимаем, мы все это знаем. И поэтому он написал репорт, протокол, 448 страниц. Ребята, подумайте. 448 страниц, которые стоили 25 миллионов долларов. Уже кто-то посчитал, это 50, по-моему, 55 тысяч, каждая страница стоимостью. И, в конце концов, все, что он мог, он все сделал. Он написал протокол, который позволил демократам, вернее, который оставил вот эту приоткрытую лазейку для демократов, продолжать заниматься тем, что они хотят. Теперь вопрос. Вот у меня бы или у каждого из вас. Если бы вы так тяжело работали, если бы сделали все, что вас просят, и создали репорт, и оставили лазейку вашему там хозяевам, чтобы они дальше могли что-то продолжать, и вдруг вам говорят, нет, ты должен прийти и отвечать на наши вопросы. Причем они же не хотят, чтобы он говорил при закрытых дверях. Нет. Они хотят, чтобы это были всеобщие слушания, чтобы это было при телевидении и так далее. Вы понимаете, да, с какой грязью они его смешают, его же, свои же, народ. И теперь скажите, оно ему надо? Все, что он мог, он все написал в этом репорте. Поверьте мне, 448 листов ему хватило. Если бы ему не хватило, он бы еще и 448 отпечатал. Понимаете? Он же не ленивый, и тем более, что это не он сам это все делает. Поэтому все, что он мог, все, что он мог предоставить, он уже все предоставил. Все остальное, это чисто будет издевательство над ним, и все ему будут говорить, ну, значит, вы не так, недостаточно серьезно рылись в этом деле. Понимаете? А он все-таки, он был генеральный, не завив, простите, специальный прокурор. Поэтому оно ему не нужно. То, что пойдет на слушание наш генеральный прокурор, Уильям Барр, это я понимаю. Почему? Уильям Барр очень толковый дядька, очень толковый. Он первое время, признаюсь, что у меня было такое немножко сомнительное мнение по его поводу, я просто боялся, как говорится, обжегшись на горячем, дул на холодной. Я боялся, что это будет второй Джефф Сэшн. Но я вижу, что это не второй Джефф Сэшн. Это единственный и неповторимый Уильям Барр. И он пойдет туда, и я вам скажу честно, он сделает так, что этим Конгрессу просто будет мало места. Он человек, который может из них сделать, ну, просто, ну, мочалку. Понимаете? Поэтому Барр туда пойдет. Потому что, опять же, коснулись его репутации. А Малеру там делать нечего. Почему? Потому что, кроме демократов, там же еще будут республиканцы. И поверьте мне, отвечать на вопросы, почему вы, занимаясь Калужин, не занимались Хиллари Клинтон? Почему вы, занимаясь Полом Менефордом, и Джаном Коэном, и Роджером Стоном, почему вы не занимались Хиллари Клинтон, ему очень не хочется. Поэтому, ему нет смысла идти на эти слушания. Потому что, точно так же, как демократы будут его мешать с грязью, и доказывать, что он недостаточно для них нарыл, точно так же, ему придется отвечать перед республиканцами, на вопросы, а где же Калужин Хиллари Клинтон с Россией, а где Стил Досей, а где вот это все, почему вы это не расследовали, ведь у вас были неограниченные возможности, и это действительно у него было, потому что, если вы помните, республиканцы все два года требовали понять от Рада Разенстена, какие же все-таки полномочия были даны этому человеку, который расследовал все, и вот если ему были даны абсолютные полномочия, почему он не расследовал все остальное, и поэтому ему очень не захочется идти на это отвечать. Дорогие друзья, у меня нет другого выхода, как прервать эту передачу, к сожалению, но время есть время, и оно неумолимо движется вперед, спасибо вам огромное всем, которые позвонили, которые слушали, которые, я надеюсь, немножко помогла моя, как говорится, передача понять, что происходит, всем всего хорошего, будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!